Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что же я сделал за это время? Во-первых, я постоянно читаю ваши комментарии под ивлогами, а идеи оттуда я уже себя приметил и реализовываю в игре. Буду рад дальнейшим идеям, предложениям, критике и вопросам. Так, благодаря комментариям я понял, что игра слишком легкая и даже с моими изначальными идеями ее будет очень легко проходить. Поэтому я добавил две вещи для усложнения геймплея. Во-первых, это двери и менее длинный луч. Он теперь отскакивает от стен всего лишь один раз. Двери пока что только открываются, но в будущем, скорее всего, можно сделать кнопку для закрытия стен. Но я пока об этом не думал, хотя это сделало бы геймплей интереснее в некоторых случаях. Ну и конечно же я сделал наклонные поверхности. Они на самом деле не добавляют прям сложности, однако без них бы все выглядело намного скучнее. Я придумал предварительное название для проекта Ricochet Blur. Оно неплохо отражает суть игры и я за три дня раздумий не придумал ничего лучше. Но если у вас есть свои варианты, пишите их в комментариях. Обязательно прочитаю. Также я сделал первые пять уровней и в отличие от Decoded Dash я учел все ошибки и их очень легко проектировать теперь. В моей прошлой игре было очень сложно придумывать и строить уровни по разным причинам. Здесь же все наоборот. Даже если я буду добавлять много разных механик и оружий, следующие пять уровней не составит труда сделать. А самое сложное нарисовать их интересными на бумаге. Если что, я планирую всего 50 уровней. Пока что. Как вы могли заметить, я сделал интерфейс. Два вида курсора, а также все необходимые анимации для всего этого. В первую очередь была задумка иметь возможность играть без клавиатуры и это получилось хорошо. Из управления непосредственно в игре нужно лишь целиться, ставить прицел на левую кнопку мыши, убирать прицел на правую кнопку мыши, а также нажимать кнопку Execute в интерфейсе для воспроизведения стрельбы. Если игра выйдет хорошей и получит пусть небольшой, но успех на релизе, то можно будет легко и на телефон портировать при желании, но я пока об этом не думаю. Еще одна из примечательных фич это то, что камеру можно двигать и даже зумить. Сделано это конечно же для того, чтобы игрок мог масштабировать для себя большие в будущем уровне и смотреть более детально окружение. Хотя после того, как я добавил движение к камере, я понял, что оно может мешать на маленьких уровнях, так что в будущем я переделаю это, благо есть некоторые идеи для этого. Я хочу уже совсем скоро создать страницу в стиме, показать всю серьезность своих намерений, так сказать. Поэтому я уже более детально поработал над графикой, анимациями и эффектами. Но это заняло у меня больше всего времени, кстати. Для этого написал шейдеры с использованием нойза на задний и передний план, шейдеры для других эффектов, нарисовал партиклы и еще несколько спрайтов для персонажей, когда они мертвы. Выглядит на мой взгляд классно, даже на нынешнем этапе. Если у вас есть идеи, как улучшить визуал, пишите об этом тоже в комментариях. Для звуковых эффектов я скачал немного файлов с фи-саунда и отредактировал их так, чтобы в игре они звучали сочно. По крайней мере все, что связано с выстремлами, получилось прям хорошо на мой вкус. Для обработки я, конечно же, делал эквализацию, компрессию и иногда добавлял эксайтер и реверб. Итак, это все, что я сделал за эти две недели, надеюсь, вам нравится то, что получается. Что-то я изначально думал, что этот девлог получится намного длиннее, чем предыдущий, однако если рассказывать про новые вещи, не вдаваясь в детали, то получается очень кратко. Спасибо за поддержку, я надеюсь, что смогу сделать для вас кое-какую сюрприз в следующем девлоге, но если нет, то через два девлога тогда. Всем спасибо за просмотр, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok